В июле 1991 года в Генуе открылась выставка «Русское искусство эпохи Александра II». На ней были представлены 75 полотен Третьяковской галереи. Это золотой фонд коллекции Третьяковской галереи. Саврасов, Васильев, Репин, Поленов. Это действительно была очень серьезная культурная акция. Это было событие, представлявшее нашу страну там, за рубежом. Экспозиция имела колоссальный успех. Мы все знаем, что такой 1991 год для нашей страны – это период очень серьезных перемен. И, может быть, интерес был такой пристальный именно к этому периоду царствования Александра II, потому что это тоже было время переломное. Оставалось всего три дня до закрытия выставки, как в ночь с 25 на 26 сентября один из залов галереи «Вилла Крочи» об охране. Грабители вынесли 18 раритетов, большинство из которых были приобретены для Третьяковской галереи лично ее основателем Павлом Третьяковым. Украдена и жемчужина выставки – картина Ильи Репина «Отбух». Портрет его жены, она действительно может считаться одним из шедевров репинского творчества. По утверждению итальянской газеты «Ла Република», похищенное оценивалось в 10 миллиардов лир, хотя эту утрату вряд ли можно было выразить в деньгах. Это вообще краеугольный камень русского искусства, поэтому, конечно, потеря была бы, конечно, колоссальна. Уже утром итальянская полиция начала расследование. Его ход контролировал сам премьер-министр Джулио Андриотти. У меня был хороший выход на премьера Андриотти. И, кроме того, записал телеобращение итальянскому населению, мол, помогите найти. Как же так? В вашей культурной стране такие дела происходят. К делу подключились арт-карабинеры – первое в мире специальное подразделение по защите культурного наследия. Злоумышленники отправились на дело ночью, когда бушевала гроза. В дождевую ночь подставили восьмометровую лестницу к зданию этого палаца. Открыв ставни, проникли в один из залов. По странному стечению обстоятельств микроволновые датчики сигнализации не сработали. Либо грабители знали, как отключить сигнализацию, либо у них был сообщник среди сотрудников музея. Безусловно, в данном случае речь идет о том, что кто-то определенно оказал содействие в совершении кражи. Грабители вынули картины из рам и скрылись на поджидавшем оборот музея-фургоне. Знали ли воры, на что замахнулись? Какую ценность представляют эти картины для русского искусства? Не только художественную, но и историческую. Приходит новое поколение русских художников. Молодых мастеров так называемого критического реализма, демократического реализма. Как будто пелена спала с глаз русских художников. И они увидели эту действительность. Увидели пенсионеров, которые курят в классе и боятся, что учительница их застанет. Страдания невесты, которую отец-купец отдает замуж против ее воли. Самые разные драмы жизни разыгрываются в картинах этих художников. Это же не просто набор картин. Вещи подбирались с умом, с чувством прекрасного. И эта подборка была, конечно, изумительной. Я очень люблю это искусство сама. И с удовольствием занималась тогда этой выставкой. Я была молодым сотрудником, мне было 30 лет только. И, конечно, это была полная неожиданность, когда пришла весть об этой краже. Из 18 украденных работ прежде всего выделялись автопортрет Неврева, приданная Пукирева, на окраине дубового леса Шишкина, и две работы Репина «Отдых» и «Портрет Тургенева». Это тоже был заказ Павла Михайловича Третьякова. Портрет писался с натуры. Однако работы Верещагина, Ге и Сурикова остались нетронутыми. Это было странно. В Москве известие о происшествии вызвало настоящий переполох. Это полный шок. Потому что что делать? Кого включать? Кому звонить? Никаких мобильных телефонов не было. Звонок за границу, это нужно было заказывать. Перевести письмо на иностранный язык, на итальянский. О чем вы говорите? Это целая эпопея была. Конечно, все были в трауре и в напряжении огромном. Невозможно было о чем-то думать другом. Каждый месяц в мире похищается более тысячи произведений искусства. Криминальный арт-бизнес занимает третье место после оборота наркотиков и торговли оружием. Торговля произведениями искусства имеет очень большой масштаб, поскольку в некоторых случаях стоимость таких шедевров может достигать космических значений. Уровень раскрываемости преступлений, связанных с кражей объектов искусства, во всем мире ничтожно низок. Исключение составляют итальянские арт-карабинеры, особые подразделения полиции по охране культурного наследия. Они ведут розыск похищенных культурных ценностей как в Италии, так и за рубежом. Это хранилище нашего отдела, где находятся найденные нами произведения искусства, которые были украдены из церквей, частных домов и музеев. Здесь они дожидаются того момента, когда смогут быть возвращены своим законным владельцам. Есть полотно Тьепола, имеющее не только большую художественную ценность, но и весьма высокую стоимость. Эта картина стоит около 5 миллионов евро. Еще одна красивейшая картина «Леда и лебедь» — кисти Лелео Орси. Полотно имеет очень высокую стоимость — около 2 миллионов евро. Репутация арт-карабинеров очень высока. Они вернули в музеи более 150 тысяч произведений искусства и свыше 300 тысяч археологических находок. Италия первой среди других стран поставила полицию на защиту культурного наследия. Культурное наследие является основой нашей экономики. В этом году службе арт-карабинеров исполняется 50 лет. Она была основана в 1969 году. Наша страна обладает богатейшим культурным достоянием, и по этому показателю входит в число мировых лидеров. Есть даже мнение, что 50% всего культурного наследия мира сосредоточено именно в Италии. На эмблеме службы знаменитый римский пантеон «Дракон» и «Граната». «Граната» символизирует карабинеров Италии. Идея заключается в том, что карабинеры и дракон защищают культурное наследие страны, представленное на эмблеме в виде пантеона. В оперативном отделе арт-карабинеров три подразделения. Первое занимается антиквариатом, второе – археологией, третье – подделками произведений известных художников. Масштабы этого бизнеса трудно себе представить. Здесь, например, вы можете видеть копию картины Модильяне, одного из самых подделываемых художников. Говорят даже, что Модильяне написал больше картин после смерти, чем при жизни, имея в виду огромное количество подделок его работ. Некоторые фальшивки арт-карабинера определяют сразу. Вот, к примеру, картина «Пикассо», которая была изъята в результате одной из операций. С первого взгляда понятно, что это грубая подделка. Но чаще всего установить подлинное полотно или поддельное помогают эксперты – историки искусства, художники, сотрудники прокуратуры. Специалисты имеют возможность провести анализ отдельных элементов полотна – рамы, холста, красок и использованных в них пигментов. Например, если в процессе создания картины были использованы материалы, произведенные не так давно, например, 20 лет назад, то очевидно, что такое полотно не могло быть написано 70 лет назад. По итальянским законам поддельное произведение должно быть уничтожено. Существует риск, что если картина не будет уничтожена, то через несколько лет она может снова оказаться на рынке и поступить в продажу в качестве подлинной. Подделки привозят на специальный мусоросжигательный завод. Некоторые особо искусные работы перед отправкой в огонь арт-карабинера отдают в Римский университет Тор-Вергатта. В лабораториях этого университета изучают, какие техники, пигменты и материалы были использованы при их создании. Так мы стремимся получить как можно больше информации для дальнейшей борьбы с подделками. Служба арт-карабинеров имеет 15 подразделений в различных городах Италии со штаб-квартирой в Риме. Кроме того, наши службы работают и за рубежом. За время работы у нас сложились тесные деловые отношения с полицией США, Германией, Испанией и Швейцарии. Это те страны, в которых особенно высок спрос на предметы искусства, незаконно вывезенные из Италии. Сейчас служба насчитывает более 300 специалистов с высшим образованием и обязательным знанием иностранных языков. Они не только регулярно стреляют в тире и изучают новинки криминалистики, но и постоянно совершенствуются в истории искусства и музейном деле. Для того, чтобы работать в нашей организации, нужно прежде всего быть карабинером. Те, кто хочет работать в нашей службе, должны пройти отбор, который включает в себя письменный и устный экзамен. Предпочтение отдается кандидатам, имеющим диплом археолога или получившим образование в какой-либо другой смежной области. Уже 18 октября арт-карабинеры нашли 14 полотен Третьяковской галереи. Их вручил советскому послу, начальник отряда карабинеров. Мы с ним обнимались, чуть не плакали. Я его говорил, спасибо, спасибо, счастливый день. Карабинерам спустя всего 23 дня удалось отыскать картины. Были привлечены лучшие исследователи, которым помогали люди, владевшие полезной информацией. Из газеты «Ла Република» от 19 октября 1991 года. Под видом экспертов и тонких ценителей искусства в определенные круги общества были внедрены люди, которые должны были выяснить, по каким каналам совершались тайные сделки. И вот почти сразу информаторы назвали имя Бруно Коломби – парня, который уже засветился в одном из прошлых грабежей и которого кто-то заметил на выставке русских художников 19 века за несколько дней до похищения. Он был арестован на территории Италии, но достаточно далеко от места совершения кражи, примерно в 450 километрах от Генуэ. Украденные картины находились в его автомобиле, задержанном неподалеку от города Фана в регионе Марки. Холсты были свернуты живописью внутрь, а не живописью наружу. То есть они их свернули, эти рулоны сложили еще и пополам и болтали в багажнике этого фургона. Когда его арестовали, Бруно Коломби ехал на переговоры с одним крупным антикваром. Это действительно прекрасное полотно. Преступники думали, что картины будут пользоваться успехом на рынке и привлекут внимание коллекционеров и других знатоков искусства. А здесь вы можете видеть картину ученика Караваджо, художника по имени Бетестелла Карачева, похищенную из Неаполя. Большие картины, такие как эта, сложно транспортировать и хранить, а также продавать. Иногда речь идет действительно об очень больших картинах, которые занимают целую стену и имеют площадь в несколько квадратных метров. Такие полотна чаще всего разрезают на 4, 5 или 6 частей, и каждая часть вполне может быть выдана за самостоятельное произведение искусства. По одной из версий, именно такая участь постигла знаменитое полотно Караваджо «Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием», украденную из церкви Сан-Лоренцо в Палермо в октябре 1969 года. Ее ищут уже полвека. Версия о том, что полотно Караваджо «Рождество» было разделено на части, это одна из гипотез следствия. Эта кража стоит на втором месте в списке из 10 самых громких арт-преступлений, составленном ФБР. Процесс расследования начался сразу же и распространился на разные континенты. Было высказано множество догадок, и следствие шло самыми разными путями. Пока ясно только одно – шедевр Караваджо похитила мафия Сицилии. Гангстеры-перебежчики рассказывали карабинерам истории, однако кошмар не другой. Первый сообщил, что полотно сгорело, другой, что съедено свиньями, третий, что картину использовали как прикроватный коврик. Недавно в алтаре церкви святого Лоренцо была водружена точная фотокопия картины Караваджо. Никто уже не верил, что оригинал полотна удастся вернуть на место. К сожалению, на текущий момент полотно так и не найдено. Тем не менее, к нему приковано большое внимание, и прокуратура республики в городе Палермо вновь возбудила уголовное дело. Появились новые свидетельства, которые оживили надежды на то, что картина цела. Разгадка близка, как никогда. Сейчас мы занимаемся расследованием этой кражи и прилагаем все усилия для того, чтобы найти произведение искусства, которое занимает ключевое место среди объектов культурного наследия Италии. Считается, что если пропажу не удается обнаружить в течение 20 лет, то шансы ее найти существенно снижаются. Однако они все же есть. В ноябре 2017 года бойцы отдела антиквариата вернули картину «Архитектурное каприччо» спустя 25 лет после кражи. Картина была возвращена Национальной галереей, которая является ее законной владелицей. В 2017 году арт-карабинеры идентифицировали эту работу в римском офисе крупного британского аукционного дома. Картина была выставлена на продажу с начальной ценой в 40 тысяч фунтов стерлингов. Вероятно, они сами приобрели эту картину, не имея достаточной информации, не смогли установить фактическое происхождение полотна. У этой картины богатая история. Она попала в галерею в конце 19 века из коллекции римских князей Тарлония. В 1952 году была передана на временное хранение в Министерстве иностранных дел, а в середине 90-х ее оттуда украли. Речь идет о достаточно значимой картине. Это типичный образец римской живописи 18 века. Полотно принадлежит кисти художника Андреа Локотелли. Жанр, в котором написана картина, называется каприччо, что означает каприз. Это жанр пейзажной живописи, изображавшей архитектурные фантазии. В основном руины античных сооружений. На картинах порой можно увидеть совокупность элементов, которые существуют в реальности, но которые были взяты из разных мест и затем объединены в один идеальный пейзаж, который можно даже назвать фантастическим, вымышленным, или, как говорили в те годы, каприччо. Этот жанр был чрезвычайно популярен в 18 веке. Локотелли стал его признанным мастером. На этом полотне мы видим арку Тита, одно из самых известных сооружений Римского форума. Сенат построил ее в честь императора Тита вскоре после его смерти в 81 году до н.э., чтобы воссоздать дань военным победам императора, особенно тем, которых он добился в Иудее. Здесь изображены фигуры людей, и мы понимаем, что это самые обычные горожане. Они занимаются своими повседневными занятиями. Отдыхают, играют, разговаривают. Таким образом, традиция представлять Рим в монументальном виде не была полностью искоренена, но она стала частью нового живописного подхода. Произведениями в жанре каприччо местная знать охотно украшала свои дома. Возможно, это одна из причин, почему картина была украдена. Такое полотно сегодня отлично впишется в любой интерьер. Безусловно, когда эту картину вернули в музей, мы были очень счастливы. Достойна уважения работа людей, выполнивших эту миссию. Историков искусств, сотрудников министерства и, конечно, арт-карабинеров. 1 ноября были найдены еще три работы Третьяковской галереи. Два пейзажа на опушке дубового леса Шишкина и заброшенная мельница Васильева, а также перед венцом Фирса Журавлева. Выяснилось, что на вилле Крочи орудовала целая бандитская группировка. Нам не удалось установить точное число похитителей, однако не вызывает сомнений, что это была организованная группа, состоящая не менее чем из пяти или шести человек. Из газеты «Ла Република» 27 сентября 1991 года. Самый насущный вопрос касался функционирования системы сигнализации. Ни один из 18 датчиков движения виллы Крочи не сработал. Сигнализация была так устроена, что одно устройство охватывало, допустим, три комнаты. Дальше было следующее устройство, которое охватывало еще какое-то количество комнат. И они смогли отключить вот одно, вот это первое устройство, которое находилось рядом с окном, которое было вскрыто. И те работы, которые были в этом первом зале и в двух соседних залах, собственно, вот они их и похитили. Версия о сообщнике среди персонала галереи не подтвердилась. Возможно, сигнализация была отключена намеренно, но это не удалось доказать. Часто в арт-преступлениях бывают задействованы сотрудники музеев. Как, например, в краже, для раскрытия которой была проведена операция под кодовым названием «Близнецы». 19 ноября 2015 года группа преступников проникла в музей Костельвекио «Верон». И обезвредила охрану, а также сотрудницу кассы, работавшую в здании музея, вставив им в рот кляп. Трое в масках ворвались в музей незадолго до закрытия, когда последние посетители уже вышли, но сигнализация еще не была включена. Было похищено 17 ценнейших произведений искусства, датируемых 15-19 веками, включая картины Пизанелло, Монтенье и Тинторетто. Был такой в 15 веке художник Пизанелло, и у него была одна из прекрасных, нежных таких вот картин «Мадонна с куропаткой». Пресса назвала преступление «кражей века» – настоящей катастрофой для итальянского искусства. В Верону срочно выехали арт-карабинеры. Мы сразу же отправили на место преступления отряд из 30 полицейских. Было непонятно, по какому принципу действовали воры. Ведь наряду с Тинторетто и Рубенсом они похитили малоизвестные картины. Художник Коротто, никому неизвестный, они украли одну его вещь – это портрет мальчика с детским рисунком 15 века. Вероятнее всего, речь шла о заказе некоего частного коллекционера. Работы такого уровня продать невозможно. Или же грабители были намерены требовать за картины выкуп. Еще недавно арт-неппинг был весьма распространен. Раньше случалось, что картины похищали для того, чтобы потом потребовать за них деньги. Оказалось, что все гораздо проще. Заказчику воров не было. При ограблении они руководствовались музейным путеводителем. Знаете, музеи издают очень часто буклеты. И они указывают ему знаками, что вот иди и посмотри вот эти, хотя бы вот эти основные. И обычно эти основные произведения, у которых может быть аудиогид есть, они там помечены, не знаю, там, желтым кружочком или чем-то. В общем, они пошли по этому списку просто банально. Вскоре бандиты были схвачены. Однако картины они уже успели куда-то переправить. Шедевры были украдены преступной группировкой из Молдовы. В нее входило по меньшей мере 15 человек. И у каждого из них были свои функции в рамках этой группировки. Они хотели их перевести и реализовать на территории Восточной Европы. В итоге эти картины были найдены закопанными в земле. Они были хорошо как-то герметично упакованы, просто закопаны в земле на границе между Молдовой и Украиной. И в ходе расследования было установлено, что один из охранников музея вступил в сговор с преступной группировкой и вместе с ней принимал участие в подготовке этого преступления. Выяснилось, что брат-близнец одного из охранников музея был женат на девушке из Молдовы. Она и придумала план ограбления. Именно поэтому операция «Арт Карабинеров» вошла в историю раскрытия громких преступлений под названием «Близнецы». Оставалась не найденная лишь одна картина Третьяковской галереи. Правда, самая ценная – «Репинский отдых». «Надо должное коллегам итальянским, например, «Картинный отдых», она была на обложке буклеток, расходилась по антикварным магазинам. То есть они к этой потере отнеслись очень серьезно. Все боялись, что полотно уничтожили. Сбыть его уже теперь вряд ли удастся. Ведь полиция тщательно проверяла каждого выезжающего из города. Действительно, очень боялись карабинеры, что сожгут эту картину, как улику. И все мы очень напряженно ждали, когда же будет отдых Репина найден. О своих методах работы арт-карабинеры предпочитают не распространяться. Но известно, что у них разветвленная сеть осведомителей. И что работники службы довольно жестко действуют во время оперативных мероприятий. Мы работаем в особой сфере. Поэтому для проведения расследований мы пользуемся не только классическими методами получения информации. Так мы занимаемся сбором и обработкой данных и организуем системы наблюдения за лицами, подозреваемыми в незаконной продаже произведений искусства. Фирменный прием – внедрение агентов в среду преступников. Они собирают нужные сведения в курсе всех новостей черного рынка. У них очень широкая сеть людей, которые дают им информацию. Иногда арт-карабинеры становятся подставными покупателями. Полицейские играют роль либо представителей музеев готовых на грязную сделку, либо подпольных дельцов. А еще выручают уникальная база данных Леонардо. С самого начала своей деятельности наша служба занималась сбором изображений украденных предметов искусства. В 1980-е годы, когда стали активно развиваться цифровые технологии, эти данные были оцифрованы. Это самая большая база данных в мире. Она содержит свыше 6,5 миллионов единиц информации. Сейчас я покажу вам, как работает наша база данных. В данном случае мы будем искать римский мараморный бюст. И для этого нужно будет ввести на главной странице несколько параметров. Итак, у нас есть палеонтологические объекты, например, окаменелости, археологические объекты, период с 4 века до нашей эры и до 10 века нашей эры, антикварные объекты, период до 19 века и современные объекты 20-21 века. В нашем случае речь идет о бюсте времен Римской империи. Поэтому я выбираю опцию археологические объекты. Далее размеры. Если мы знаем размеры искомого объекта, то можем ввести их в это поле. Потом материалы. Здесь тоже есть выпадающее меню. У нас речь идет о камне, а точнее о мраморе. Поэтому я выбираю вариант мрамор и запускаю поиск. База данных сообщает, что в ней содержится 517 мраморных бюстов с головой. Теперь я должен определить сюжет скульптуры. В данном случае речь идет о римском императоре с бородой, одетом в доспехе. Мы видим разные результаты поиска. Женские бюсты, бюсты без бороды, отдельные головы. Разумеется, я буду пропускать эти варианты и стану листать дальше, пока не найду что-то похожее на искомый предмет. А репинский отдых арт-карабинеры все же нашли. 16 ноября 1991 года. Один из грабителей скрывал его на чердаке своего дома. Как правило, они все попадались именно на этой стадии, что можно украсть, он украл, но дальше сбыть это практически невозможно. Каковы были мотивы злоумышленников? Кто заказчик преступления? Все-таки странная история, прежде всего, непоследовательная. Что-то есть непонятное в этой краже, поскольку она совершена дерзко, явно профессионально. Но таких картин, которые вряд ли могли бы быть в Италии проданы, живопись наша, она, во-первых, неизвестна итальянцам. Во-вторых, она их мало интересует. Но это нужно честно признать. Ни в одном из антикварных магазинов, каких-то лавок или какие-то дилеры, которым предлагались эти работы, они не заинтересовались. Может быть, они понимали, что это краденые вещи. Поэтому цель кражи, казалось бы, это выгода. Но выгоды, может быть, самые разные. Если мы понимаем, что сбыт в легальной сети невозможен, а заказ со стороны какого-то тайного поклонника русского искусства – это почти дело нереальное, то, естественно, возникает вопрос, что тогда что же еще? В какой-то момент возникла версия, что в краже не следует искать русского следа, а, возможно, политически. Мафия Генуи таким образом расправляется со своим левым мэром. Одно из предположений было, что это такая провокация против либеральной мэрии Гену, что это некая история, которая связана с итальянской мафией. Возможно, преступный план был таков – дискредитировать правительство города. Что это за власть такая, при которой пропадают картины из дружественной России? Это же политический скандал. Из журнала «Коммерсант. Власть» от 14 октября 1991 года. Определенный урон городскому муниципалитету грабители нанесли. Его советник по культуре Сильвио Феррари, например, уже заявил на пресс-конференции, что готов подать в отставку. Кроме того, значимые произведения искусства – хороший рычаг давления. Мы вернем их, только вы должны выполнить наши требования. Например, выпустить товарища из тюрьмы. Или, к примеру, сменить начальника департамента. Горбинеры говорили о том, что это не похоже на кражу с целью выгоды, с целью продажи. Потому что так не обращаются с произведениями, которые хотят продать. Когда поняли, что они сворачивали холст живописью внутрь, стало понятно, что это брали люди, ничего не понимающие, ни в живописи, ни в антиквариате. Расследования, проведенные в то время, не позволили сделать вывод о том, что грабители охотились именно за картинами русских художников. Арт-карабинеры до сих пор немногословны. У них есть, наверное, как и у нас, какие-то тайны профессиональные. Но они были достаточно такие лаконичные в своих ответах. И всегда говорили, привезли, нашли. А все остальное уже остается за скобками. Археологические богатства Италии огромны. Едва ли не вся страна хранит останки городов и селений эпохи Древнего Рима. Поэтому количество черных копателей, томбороли, не уменьшается. Черные археологи пользуются металлодетекторами, с помощью которых они определяют местоположение подземных захоронений, а затем расхищают их. Ежегодный теневой оборот археологических ценностей в Италии просто гигантский. Вся Италия была раздербанена этой ордой варваров, которая нанесла ущерб в миллионы евро, если не в миллиарды. Согласно итальянским законам, все археологические находки – это собственность государства. Они не могут покупаться частными лицами и вывозиться из страны. Любые предметы, находящиеся под поверхностью почвы, то есть в земле, являются собственностью итальянского государства, за исключением предметов, найденных до 1909 года. Местные томбороли передают награбленную старину через сеть посредников и контрабандистов дилером в Швейцарии, Германии, Англии и США. Это античная ваза, которая была обнаружена в 1980-х годах в ходе незаконных археологических раскопок в коммуне Рутильяна, провинция Бари. Ваза была незаконным образом вывезена за рубеж, где подпольные торговцы продали ее в музей города Миннеаполис. Большой интерес представляет и вот эта чаша в виде колокола. Ее приписывают мастеру по росписи керамики Питону. Эта чаша была найдена в результате незаконных раскопок на юге Италии и была тайно вывезена за границу, после чего она оказалась в Метрополитон-музее в Нью-Йорке. В Метрополитон-музее оказался и знаменитый кратер Ефрония. Битва за него длилась несколько десятилетий. Кратер – это ваза для смешивания вина и воды. Кратер Ефрония Тамбароли выкопали в 1971 году в 40 километрах от Рима в Черветере. В древности он был городом-государством этрусков и назывался Каисра. Для этруской культуры это очень важное место. Именно этруски дали римлянам культуру. Они были учителями римлян. Некрополи и Черветере известны богатыми погребениями и включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там все похоже на дом. Комнаты, окна, иногда сиденья. Внутри этих потусторонних домов этруски оставляли дары. Иногда устраивали застолья в память об умерших. Герметически закрытые гробницы содержали настоящие сокровища. Кратер Ефрония был продан Метрополитон-музею как предмет греческого происхождения. Но греческое происхождение имелось в виду культурное. Ведь и в самом деле художник был греком. На главной панели кратера изображена одна из сцен Троянской войны из Илиады Гомера. Сцена смерти Серпидона в битве. Сон и смерть изображены как два воина с крыльями, которые приподнимают его, чтобы отнести на родину. Музей купил кратер за один миллион долларов. Это была настоящая сенсация. Об этом заговорила вся американская пресса. Это понятно. Ведь кратер Ефрония – настоящее произведение искусства. Даже директор Метрополитон-музея мне сказал, что как только он его увидел, то сразу же в него влюбился. Музей приобрел кратер у одного американского дилера, Роберта Хехта, который приехал в Нью-Йорк из Цюриха. Директор был уверен в чистоте сделки. Хехт снабдил кратер документацией, утверждая, что купил этот предмет у одного ливанца. Итальянцы сразу забили тревогу, но доказать было ничего нельзя. Да и поэтому кратер Ефрония был законно выставлен в музее Метрополитон. Дело приобрело новый поворот в 1995-м, когда арт-карабинеры совместно со швейцарской полицией ворвались в четыре таможенных склада в Женеве. Помещение было зарегистрировано на швейцарскую компанию, которую полиция связывала с арт-дилером Джакомо Медичи. Джакомо Медичи – итальянец, который постоянно находился под подозрением, как торговец предметов, добытых при нелегальных раскопках. В этих складах хранилось 10 тысяч вывезенных из Италии экспонатов, в основном античная скульптура и керамика на сумму около 50 миллиардов лир. Это были поразительные предметы, среди которых три дворцовые фрески, происходящие из Помпей, из Баскариалия. Там же полицейские нашли огромный архив Медичи. В документах и фотографиях обнаружились прелюбопытные вещи. Я нашел снимки разбитых, грязных артефактов. В основном они были сделаны полароидом. Полароидные фотографии не нужно распечатывать в лаборатории, а значит, нет лишних свидетелей. То есть черный археолог делает снимок, приносит его торговцу, и торговец говорит, да, меня это интересует, дай мне это. На этих снимках скульптуры и вазы, находящиеся в собраниях Метрополитен-музея и самого крупного в США частного музея Гетти, сфотографированы еще в том виде, в котором их откопали, то есть покрытые слоем грязи и пыли. Для следствия это было прямым доказательством того, что артефакты не принадлежали никаким частным владельцам, а были добыты черными археологами. На одном из фото сняты и разложенные на земле части древней терракотовой пары. Это этрусский антификс. В древние времена он служил в качестве орнамента на крыше. Вот этот экземпляр, уже в собранном виде, был продан Гетти после целой серии перепродаж. Среди снимков были и такие. Оба арт-дилера и Роберт Хахт и Джакомо Медичи запечатлели себя в Метрополитен-музее рядом с кратером Ефрония. Как выяснилось, они были тесно связаны. Они оба фотографировались возле своей добычи. Так делает рыбак, который фотографируется с рыбой огромных размеров в руке. Помимо этих улик нашлось много других. Наконец-то Хахта и Медичи можно было привлечь к ответственности. Медичи получил 10 лет в первой инстанции, которые были сокращены до 8 лет. И штраф в 10 миллионов евро. Метрополитен и музей Гетти оказались в центре международного скандала. Началась тяжба по возвращению украденных из Италии экспонатов на родину. Музей Гетти, скорее всего, чтобы ослабить накал, или потому, что доказательства были неопровержимы, вернул 32 произведения искусства. 20 артефактов, а также кратер Ефрония, самая ценная реликвия из всех, вернулись в Италию из Метрополитен-музея после десятилетия напряженных споров. Однако еще многие итальянские древности ждут своего часа. Найденные арт-карабинерами работы дожидались сотрудников Третьяковской галереи в одном из крупных реставрационных центров Италии. Мы кинулись к ним, вот как к детям, которые, знаете, вот у которых украли и наконец-то нашли. Ну, со слезами. Ну, был вид страшный. Больше всего пострадали репинские работы, портрет Тургенева и отдых. Было затронуто лицо, и одна из утрат была на вот этом вот виске. И было видно сквозь эту утрату не белый грунт, а другой красочный слой. А было известно нам, что изначально композиция была несколько иной. И его модель не спала в кресле, а смотрела на художника и своего мужа. Но потом устала позировать и уснула. Во всяком случае, существовала такая версия, и она подтвердилась, правда, вот таким трагическим образом. Вскоре все похищенные полотна были отреставрированы сотрудниками Третьяковской галереи и вернулись в постоянную экспозицию. Многие найденные арт-карабинерами произведения искусства тоже подлежат длительной кропотливой реставрации. Так произошло и с этими уникальными терракотовыми статуэтками. Их случайно на прогулке в лесу обнаружила одна сеньора. Она тут же сообщила об этом арт-карабинерам. Она увидела среди листьев и кустарников руку. Сначала подумала о чем-то криминальном, но приблизившись, поняла, что рука была из терракоты. Изумленно она начала очищать эту руку и обратила внимание, что там были и другие фрагменты статуи. Мы пытались выяснить, кто мог оставить эти статуэтки в горной местности и были ли они украдены. Нам не удалось установить обстоятельства их появления, но мы узнали, что фигурки родом с острова Ява. Они из терракоты и представляют собой Дэви Шри, богиню плодородия, ее супруга Садона. Пару зовут Лора Блунио, что значит неразлучная пара. Такое название им было дано, потому что эти статуи нужно было ставить только вместе, как символ плодородия и удачи. И так как пара является неделимой и приносит удачу в семью, я думаю, что встреча с ней для грабителей, которые эту пару разлучили, да еще и разбили, стала огромной неудачей. Я уверен, что грабителей ждет плохой конец. Богиня пришла из индуизма. Она сидит в позе, называемой ваджрасана, что значит поза алмаза. Это поза релаксации. Она хорошо подходит для того, чтобы показать гармонию, которая возникает в паре. В реставрационной лаборатории музея статуэтки собрали по частям, очистили и вернули им первоначальный цвет. Их традиционно обрабатывали воском, маслом, им предлагали пищу. Все это повлияло на то, что со временем патина стала темно-коричневого цвета. Квестура, местное полицейское управление, опубликовало объявление о находке. Однако владелец не появился, и статуэтки были переданы в государственный музей. Благодаря сотрудничеству с карабинерами за последние 15 лет в наш музей попало не меньше 400 предметов. История с неразлучной парой один из многих случаев, когда о пропавших арт-ценностях карабинерам сообщают граждане. Быть бдительными итальянцев учат с детства. В рамках своего сотрудничества с Министерством просвещения карабинеры Италии организуют встречи со школьниками. Такие мероприятия направлены на то, чтобы рассказать ребятам о нашей работе и побудить их защищать культурное наследие нашей страны с самого раннего возраста. С 1991 года полотна Третьяковки не раз выезжали за рубеж, в том числе и в Италию. Итальянцы всегда все-таки нас, Россию, выделяли. Мне очень нравилось высказывание одного русского художника 19 века, который приезжал туда. Он говорил «Рома, мы дома». Рома – это Рим. Зимой 2019 года в Ватикане закончила работу уникальная выставка Третьяковской галереи «Русский путь» от Дионисия до Малевича. Она называется по-итальянски «Паломничество российского духа». Все-таки религиозный аспект там присутствует и довольно сильно, на то и Ватикан. Необычное размещение картин и отказ от привычной хронологии делает ее особенным. Христос в пустыне Крамского создает единое духовное пространство с иконами 15 века. Черный квадрат Малевича вступает в диалог со страшным судом. Когда Арт-Караминера вернули похищенные картины Третьяковки, российского посла спросили, не помешает ли этот инцидент дальнейшим культурным обменом. Я отвечал, что русская пословица гласит, волков бояться, в лес не ходить. Мы должны быть участниками международных процессов, мы должны быть участниками международных выставочных процессов. И политически очень важно, понимаете, несмотря на все сложности, чтобы культурные связи сохранялись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok